Звонок театральный прозвенел, значит, начинаем. Приветствую всех любителей одного из самых прекрасных из всех видов академического искусства на втором выпуске моего авторского аудиоподкаста про балет. Уже по музыке, которая звучит, понятно, о каком балете сегодня пойдет речь. Конечно же, такая близкая нам история Жизель. Девушке, соблазненной сволочью графом, но даже после смерти своей продолжающей защищать его. Балет, известный нашему зрителю, популярный и, казалось бы, о чем тут говорить, каноничен до нельзя и ничего нового там уже не скажешь. А вот и нет, уважаемые любители балета. Наша балетная труппа своим декабрьским спектаклем таки умудрилась это сделать и сделать очень даже интересно. Итак, начнем с того, почему на Жизель надо бы находить, особенно нашему азербайджанскому человеку. Да потому что так уж исторически сложилось, что у нас быть мачо-меном – это социально одобряемо. Очень, значит, тип по-мужски. А женщина, понимаешь, находится в состоянии перманентного парадокса. Поддалась она соблазн, значит, дура и распущенная в нравах. Не поддалась она, значит, не любит по-настоящему. А мужчина, а мужчина, он хоть что-то всегда прав. И вот так вот целый народ живет в состоянии некой сексуальной шизофрении. А балет наш как раз о том, к чему такая шиза может по результату привести. Как мы понимаем, ни к чему хорошему. В классической Жизеле история такая. Граф Альберт, подлец, конечно, но влюбился в селянку Жизель, всячески ее в своих чувствах уверял, и даже гад такой в ромашке лишний лепесточек-то выдернул. Чтобы при гадании любит-не любит, нужно ему результат получить и девицу соблазнить. Лесник Ганс, тоже подлец, ничуть не задумавшись о душевном спокойствии Жизель, эгоистично раскрывает правду, что граф женат, ну а Жизель, не смирившись с реальностью, сходит с ума и умирает. Это у нас акт первый такой, о нем пока и поговорим. В декабрьской Жизеле на сцене нашего театра оперы и балета история заиграла новыми красками. Во-первых, благодаря солистке Айан Эйвазбе. Кстати, будет сказать, что партию Жизель она танцевала впервые. До этого же с полным успехом включила в свой репертуар практически все классические сольники. От Китри Дон Кихота и до Адетты Адилии в Лебедину. Во всех партиях она смотрится блестяще. Физически самая сильная балерина нашей труппы, способная выполнять практически любую техническую задачу. Но вот Жизель, тут ведь нужно непременно сыграть еще и драму. Здесь без артистизма, ну вот никак. Получилось ли у Айан? Честно говоря, поначалу мне казалось сомнительным. Ведь Жизель каноническая, она девочка маленькая, хрупкая, нежная. Когда смотришь, уже жалеешь, как же этакую деточку можно обидеть. И потому ненавидишь и графа, и ганса-лесника с одинаковой здоровой ненавистью праведника, которую сам бы ни в жизни так не поступил, а как? Айан же, балерина, ну, не мелкая ни разу, поэтому в других сольных партиях, кстати, смотрится отменно, ярко. А вот Жизель у нее жалости может и не вызвать, нет? Той хрупкости, понимаешь? Но вот тут Айан показала, что для нее пределов практически нет. Технически. Партию исполняла с такой легкостью, так воздушно, что, несмотря на высокий рост и крепкую кость, так сказать, эффекта тяжести не возникла ни разу. Но вот с мимикой. Ну, вообще-то, знаете, говорят, не было бы счастья, но несчастье помогло. Возможно, именно неправильный грим, скажем так, и стал заслугой появления, хоть и невольного, той вот самой новой трактовки, что в некоторой степени сделало этот спектакль по-особенному интересным. Итак, из-за грима и некоторой, мягко выражаясь, странности в мимике возникало такое впечатление, что Жизель у нас, ну, как бы сформулировать помягче и подипломатичнее, деревенская, юродивая, да? Это вдруг и сразу оправдало. Знаете, вот это какое-то болезненно-трепетное такое отношение к ней и матери, и подруга дносельчанок, и самого Ганса. Жизель нездорова. Ее вот эта наивность, так резко контрастирующая, кстати, со вполне здоровой игривостью других деревенских девушек, это результат некой ущербности. И вот именно эту девочку, представляете, пытается соблазнить граф Альберт в исполнении великолепного Анар-Керрена. Анар очень правильно решил, что станцевать партию Альберта один в один с каноном, ну, бессмысленно. Он по габаритам рядом с Аян смотрелся бы не очень оправданно. Вы пытаетесь сделать это. Вообще, надо заметить, что с партнерами у Аян на нашей сцене вообще проблема. Крупных мальчиков, знаете ли, мало, если не сказать вообще нет. Я имею в виду именно таких, кто в поддержках, как минимум, рядом с ней, смотрелись бы прилично. И вот тут Анар-Микейлов сделал самое правильное, вложив весь акцент в драматическую составляющую. Он не столько станцевал, сколько сыграл Альберта. И было это хорошо, и вполне оправданно. Альберт стал еще подлее в своем желании соблазнить ущербную девочку, готовую поверить в любую сказку. Зато Ганс в исполнении Макара Ферштенда теперь был абсолютно оправдан. Макар не просто блестящий танцор, он также хороший актер. И вот в его игре забота о Жизель стала не столько результатом ревности к конкуренту, сколько стремлением простого, хорошего деревенского парня защитить свою односельчанку. Здесь он относится к ней будто с братской любовью и заботой. И поэтому палит графа, провоцируя его встречу с супругой, которая со своим охотничьим кортежем случайно остановилась в этой же деревне. Да, по результату несколько смазался катарсис, этот пиковый момент первого акта, знаменитая сцена, когда Жизель сходит с ума, узнав правду, что ее любимый, так и жена. Но тут уж ничего не поделаешь. Безумие Жизель в исполнении Айян было как бы размазано по всему первому акту, а не выплеснулось концентратом в этой сцене. Но зато в результате такой вот модификации стал особенно интересен второй акт. Вообще следует сказать, что второй акт этого балета, в отличие от первого, обычно, как правило, любят либо профессионалы, либо очень уж влюбленные в балет люди, такие ценители. Потому что он весь из себя такой трагичный по смыслу и наполнен танцами с большим количеством таких профессиональных технических нюансов и особенностей, которые интересны, как правило, знатокам. Но из-за новых смыслов, появившихся в акте первом, акт второй заиграл новыми красками. Во-первых, Альберт теперь появился у могилы Жизель с явным чувством вины. А, наверное, это чувство сыграло так хорошо, что прям по Станиславскому верю и все тебе. То же самое Ганс в исполнении Макара. В этом спектакле не ревнивит терзающейся виной. А вот словно старший брат, настолько сломленный утратой младшей сестры, что даже смерть от Велис, мстительных кладбищенских духов, принял словно вот как бы с неким смирением, как заслуженное наказание. Тут, кстати, будет сказать о Самире Мамедовой, исполнявшей партию главной Велисы, так сказать, судьи, которая и осудила обоих мужчин на смерть за их эгоизм. При всех ее несомненных технических достоинствах в этом спектакле была все-таки, знаете, немножко чуток тяжеловата. Хотя, вот все же я тут могу быть необъективен в силу своего просто элементарного неравнодушия к прежней исполнительнице этой же партии, великолепной Эльмиры Сулейман. У Эльмиры техника безупречная. У нее есть вот эта холодность. Прямо веря, что вот это действительно дух. Сама мертва и всех умертвит. И все же, вот к чести Самиры следует сказать, что ее Велиса была, скажем так, неравнодушна к происходящему. Самира сыграла и гния, и властность. Она действительно управляла своей этой командой духов-мстителей за всех обиженных женщин. Так что верю, что с приобретением некоторого опыта Самира эту партию еще сделает так, что наверняка мои восторги перевесят мой же неистребимый критицизм. Собственно, благодаря всему, что я сказал выше, а именно безумию Жизель как ее постоянному состоянию, а не результат соблазнений. Совершенно по-новому и очень оправданно смотрелся финал спектакля. Потому что раньше ведь как было? Все время оставался осадочек от того, что вот Ганса Жизель не спасла от смерти, а вот за подлеца графа заступилась. Хотя это именно он главный подлюг и обманщик тут. Но теперь, когда Жизель в исполнении Аян вышла заступаться за Альберта, сразу читалось, она ребенок. Наивный, добрый ребенок в теле повзрослевшей девушки, которая просто не понимает сути и концепции греха. Для нее Альберт, покаявшийся и все еще любимый человек, к тому же женат на такой хорошей женщине, она же Жизель в первом акте бусы подарила. Ну как такое можно вдовой оставить? А вот что Ганса не спасла, только потому что нет никого более обиженного, на минуточку, чем ребенок, у которого отняли сказку. Прежде чем завершить, позвольте сказать еще пару слов о музыке. Оркестром дирижировал приглашенный из Москвы дирижер Московского академического театра имени Немировича Данченко, наш соотечественник Ариф Дадашев. И делал это отменно, так, как и надо дирижировать балетным спектаклем. Он видел сцену, работал не только с оркестром, но и с артистами так, что они могли наилучшим образом исполнить свои партии, что в очередной раз напоминает нам. Так и есть у кого учиться. И политика приглашения дирижеров очень, очень правильная. И такое нужно только приветствовать. Итак, на балет Жизель непременно надо ходить каждому культурному человеку, вне зависимости от того, хрупкая ли это женщина или мачо-мужчина. Первым, чтобы осторожнее относиться ко вторым. Ну а мужчинам, чтобы помнить, что на каждого Альберта найдется свой Ганс, а на каждого Ганса своя Велиса. И не факт, что именно ваша Жизель таки поймет, простит и отпустит, а не отомстит по полной программе за самое главное, чего вы ее лишили. Сказки о большой и чистой любви. До встречи в следующем выпуске аудиоподкаста про балет. Подписывайтесь, слушайте и непременно, обязательно ходите в театр. Вы же, я уверен, культурные люди. Субтитры создавал DimaTorzok